Данная улица так хмуро, потому что всего лишь 5 утра. И тут так зелено, столько деревьев, очередной ужин. Какое красивое сентябрьское утро. Сегодня мне обещали сделать обследование, от которого будет зависеть, в общем-то, все. Вот я уже готова. Жду. А в палате я по-прежнему одна. Тут, кстати, на кровать, на застеленную, кладут вот такую бумажку. Жду время 8 час утра. А это яркий-яркий-яркий холл. Вон там находятся лифты. Чуть попозже выйду на улицу, расскажу свои новости. Вон там внизу можно видеть масштабы стройки, которые тут идут. Вон там. Вот так я выгляжу на данный момент, после зондирования. Есть балкончик, но выходить на него нельзя. Бррррр, вышла я погулять. Как-то наверху в окошко казалось тут прям лето. А спустилась вниз, и ветерок осенний, прям сентябрь. Ну да ничего, я одета. Сейчас я дойду вон туда, до Щукинского лесопарка. И расскажу свои новости. Там будет слегка потише. У меня есть полчасика, чтобы погулять. И рассказать свои новости. Эх, какой же тут воздух. Что-то я сосен сильно не наблюдаю. Они есть, но они не в преимуществе. Но запах прям сосновый. Очень сильно чувствуется после палаты больничной. Заходишь сюда, и прям, прям такой кайф для легких. Те, кто долго лежат, те, когда выходят сюда прогуляться, у них голова начинает кружиться. Верю. Ну, а теперь немножечко о моих новостях. Сделали мне вчера зондирование. Доктор мой пришел посмотреть результаты. И, в общем-то, был доволен. Мои показатели, скажем так, позволяют сделать то, что он хотел. И, возможно, все задуманное удастся. Я этому несказанно рада. Операцию мне назначили на понедельник. Но ближайшие вот два дня, суббота, воскресенье, отдыхаю. Гуляю по парку. Ой, правда, какой тут запах. Ну, просто головокружительный. Скоро все тут зажелтеет. Осень. Интересно, когда я буду уезжать отсюда, ну, недели так через две примерно, может, чуть больше, наверное, уже будет совсем осень. А может быть, еще и хорошая погода. Очень интересно. Кстати, сегодня утром такой был сильный туман в Москве. Я выглянула в окно палаты, а высотки, которые рядом стоят, просто вот до половины их видно, а выше нет. Вот интересно, те, кто живет на верхних этажах, им, наверное, тоже земли не видно. Вот так вот проснуться утром в облаке, в тумане. Кошмар! Вот, ну и такие вот новости по поводу операции. Надеюсь, что все будет замечательно. Я настраиваю себя на понедельник на все самое позитивное. А в операционной я уже побывала, мне там понравилось. Конечно же, ощущения незабываемые. Ну, в общем, такие вот новости. Да, и еще, когда я... Ну, когда мне сделали зондирование, это делается в операционной, вот, и после этого вывезли меня из оперблока, ну, вернее, на выход из оперблока, и поставили на каталке. Ждать, когда приедет за мной медсестра и заберет меня в отделение. В общем, я пролежала там полчаса. Это не потому, что обо мне забыли или не хотели за мной прийти. Я видела, как медсестры с нашего отделения вдвоем бегают. Они вывозили еще женщину после операции, вывозили двух из реанимации в отделение, и потом приехали за мной. Очень велика нехватка медперсоналов. Поэтому и ухаживают сиделки, поэтому и ухаживают родные. Не потому, что медперсонал не хочет, а потому, что его просто не хватает. И кнопочки, которые есть в каждой палате, около каждой кровати, они работают, но прибежать к тебе некому. Потому что вот сейчас идет ремонт в здании старого корпуса, и два отделения в итоге находятся сейчас в одном. Но медицинский пост, медицинская сестра одна обслуживает два отделения. И на послеоперационных больных ее одну, естественно, не хватает. Это проблема. Это действительно проблема. Почему она не решается, не знаю. А сегодня я гуляю, наслаждаюсь. Главное, не потеряться. Есть у меня в планах завтра сходить до торгового центра щука. Все-таки, я надеюсь, я туда попаду. Я хочу туда попасть. Пока еще меня не порезали, пока я еще ходяча, пока на мне только шея залепленная. И я хочу проведать, что же это такое за торговый центр щука. Надеюсь, что получится. Ну, а на этом сегодня всем всего хорошего, всего доброго. До следующих новостей. Мои видео такие коротенькие, маленькие и не самого лучшего качества, потому, что я стараюсь их сделать максимально лаконичными и максимально небольшими по весу. по той простой причине, что интернет тут очень-очень плохо тянет. И видео, которое весит 141 мегабайт, я могу грузить по 3 часа. Ну, и ноут у меня слабенький. Он плохо справляется с обработкой видео. В общем, по этой причине видео из Москвы вот такого качества и такие коротенькие. Теперь точно. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok